Ну и немножко такой вот статистики. Какова же ситуация у нас сейчас в России? Число ВИЧ-инфицированных на 31 октября 2007 года. Это последние данные, которые мы нашли в интернете. Сейчас в России 403 тысячи 100 человек. Это официально зарегистрированных, которые прошли анализы, поставлены на учет. Есть люди, которые прошли анализы, но на учет не встали. Есть люди, которые анализы не сдают. Но это те, которые прошли анализы и встали на учет. Объясните, пожалуйста, с какой целью люди становятся на учет? Вот прошли анализы, им сказали, да, у вас есть... Встаньте на учет. Мы будем об этом говорить. Мы убедим вас, чтобы вы убеждали людей вставать на учет. Это надо для того, чтобы вовремя начать применять вот эту антиретровирусную терапию, так называемую, которая помогает снизить вирусную нагрузку и продлить человеку жизнь. Чтобы эта болезнь стала хронической, а не смертельной. Потому что сейчас уже зарегистрирован такой своеобразный рекорд. Один человек уже живет, принимая АРТ. Вот как в 82-м году мы начали разработку. Он уже 20 лет живет с этим вирусом. И никаких... Вообще симптомов нет. Он здоровее всех здоровых практически. То есть вот эта антиретровирусная терапия помогает ему жить бессимптомно и качественно. Он следит за своим здоровьем, он следит за количеством вирусов у него, за количеством вот этих вот вирусной нагрузки, за состоянием иммунной системы. И баланс вот этой вот АРТ-терапии помогает ему чувствовать себя нормальным человеком. Это сколько людей можно за 20 лет заразить? Нет, не богатый. Мы будем сейчас с вами говорить насчет того, насколько доступна терапия. Вот и будем говорить о том, как помогать людям жить без чувства вины, чтобы жить и не заражать никому. Кстати, Россия это единственная в мире страна, где АРТ на 100% бесплатно. И доступно. И доступно. Вот скажем, в Уганде там оно бесплатно, но недоступно. То есть иногда бывает так, что человек пришел, ему бесплатно положено, а бесплатного нет, ему приходится покупать. Потому что пропускать нельзя. Во всех других странах выдается, допустим, два препарата. Один покупаешь сам. Потому что там должна быть комбинация из трех препаратов для того, чтобы лечить это АРТ. Но мы об этом будем говорить очень подробно. Лечить ВИЧ с помощью АРТ. Итак, значит, вот она ситуация в России. Дальше. Следующая такая вещь, которая тоже... ВИЧ это не равно СПИД. Это не СПИД. С диагнозом ВИЧ-инфекции жизнь не заканчивается. Она продолжается. Но как долго, насколько она будет полноценной, как долго она будет длиться, зависит только от самого человека, его психологического настроя и образа жизни. Вот есть такая притча. Когда Бог слепил человека из глины, остался у него один неиспользованный кусочек. Что еще слепить тебе, спросил Бог? Слепи мне счастье, попросил человек. Бог ничего не ответил, а только положил человеку на ладонь оставшийся кусочек глины. То есть Господь вообще нам все дает для счастья. Вот, возьми. Но от нас зависит, что мы слепим. Понимаете? И в данном случае эта притча вообще как никогда актуальна. И вот сейчас даже есть такие исследования, что дольше люди живут, и дольше у них нет симптомов, и лучше помогает терапия, если есть такие условия. Человек верующий. У него есть семья. И у него есть профессия. Нормальная работа, то есть. То есть вот три момента, ну, естественно, и арт-терапия, да. И действительно человек живет бессимптомно, человек живет качественно, полноценно и замечательно. Еще раз, значит, семья, вера, работа. Вот три момента, которые, ну, и терапия, конечно. Итак, следующий момент. Четверо из десяти новых ВИЧ-положительных россиян, женщины, и процент растет. Ты знаешь, я все-таки думаю... Четверо из пяти людей, живущих с пить в России, моложе тридцати лет. Ты знаешь, что это значит для тебя? Ну, это опять те рекламные ролики, которые показывались у нас по телевидению, по нашим правительственным каналам. То есть, опять же, говорим, хорошо, замечательно, что наше правительство, наш президент обращает внимание на эту проблему. Потому что это действительно проблема, и о ней нужно говорить, и тем более в церквях. Ее, конечно, ни в коем случае нельзя замалчивать. Потому что духовный компонент, он не менее важен, чем все... Ну, а вообще задумайтесь над этой цифрой. Четверо из пяти моложе тридцати лет. Людей, которые живут с ВИЧ. Это значит, что пройдет какой-то период времени, эти люди умрут. Ну, если не будет достаточного у них лечения, они не осознают эту проблему, что она необходима. АРТ-терапия. Лет восемь пройдет, может быть, десять. Кто останется? Просто так вот. Информация для размышления. Итак, пути передачи. Вот подошли, так сказать, к конкретным таким моментам. ВИЧ передается через кровь, через вагинальное выделение, через сперму. Или вертикальный путь. То есть, что такое передача через кровь? Это при переливании крови, при внутривенном введении наркотиков, персинка или татуировка, ну и в парикмахерских, когда начинают брить. Но, в принципе, вы знаете, недавно просто прочитала, женщина одна написала, как мне выяснить, что когда я делаю маникюр, мне, ну точно, мне быть уверенной, что мне не занесут никакую заразу, в том числе и ВИЧ. Вы знаете, ответ был конкретный. Действительно, очень серьезная опасность и достаточный риск, что вот даже при маникюре, педикюре можно заразиться этой болезнью. Действительно, там был совет, прежде чем идти в салон красоты, узнать, каким образом обрабатывать инструменты. Да потому что, в принципе, большого труда не стоит. ВИЧ погибает при 60 градусах. Даже кипятить не надо. Просто нагреть. Просто нагреть. Многие говорят, ну это же так элементарно. Человеческое тело нагреть до 60 градусов, что ВИЧ погибнет. Ну, тогда и человек погибнет. Это нам как-то школьники сказали, мы так проводили, мы говорим, так просто. Ну, а почему тело не нагреть? Ну, действительно, так просто. Вот. Ну, как бы это смешно ни было, действительно, просто уничтожить этот ВИЧ, в частности, в парикмахерских. И надо идти узнавать. Это реальность нашей жизни. Нужно действительно за своим здоровьем следить. Следующее. При половом контакте обязательно ВИЧ передается. Ну, как обязательно, с очень большой долей вероятности. И дальше вертикальный путь, как мы уже говорили, мать к дитям. Вертикальный путь от матери к дитям. Во время беременности, то есть сейчас здесь уже применяют вот эту РТ-терапию, чтобы снизить вероятность передачи. Ну, это, кстати, во время беременности минимальный вообще риск. Вот что самое интересное, медики сейчас, честно говоря, ломают голову на такой интересный дилемму. Как же так происходит, что мать, она ВИЧ положительна, у нее есть вирус в крови, через пуповину кровь ее связывают с ребенком, а ребенок ВИЧ не получает. Почему, понимаете, почему плацента не пропускает через себя вот этот вирус? Скажем, краснуха, мы знаем, проходит через плаценту. Да, многие другие вирусы проходят. Почему через пуповину, когда кровь течет, исключается передача? Врачи ломают сейчас голову. Мы с вами можем сказать, боже, благодать по отношению к дитям. Вот, понимаете, пока медицина не нашла объяснение логического, почему оно так происходит. Хотя, казалось бы, 100% должна быть вероятность, правда? 9 месяцев идет циркуляция ВИЧ-инфицированной крови, казалось бы. И что больше меня всего удивляет, то, что Господь это предусмотрел несколько тысяч лет назад, когда создавал человека. Представляете, он об этом знал, и он уже это предусмотрел. Дальше, что касается вертикального пути, при прохождении родовых путей. То есть, поэтому, если мать ВИЧ-инфицированная, ей всячески рекомендуют делать кесарево-сечение, для того, чтобы здоровый ребенок все-таки имел больше шансов появиться на свет здоровым. Чтобы, будучи здоровым 9 месяцев, представляете, как это грустно, если при прохождении родовых путей он получает этот вирус. Ну и последнее, во время грудного вскармливания. То есть, в молоке очень большая концентрация вируса, и если ребенок питается молоком матери, то он получает этот вирус. То есть, опять рекомендация, не кормить грудью. Искусственное вскармливание. Да. Вы знаете, и, может быть, вы слышали, когда в Элисте было заражено несколько младенцев, несколько сот младенцев, да, это было. Так вот, потом наблюдали феномен, что матери, которые были здоровые, ВИЧ-инфицировались от детей. То есть, они кормили детей, не зная, что их дети ВИЧ-инфицированы, и дети заражали своих матерей. То есть, этот вертикальный путь, он работает как бы в оба направления. То есть, вот здесь, опять, нам эту информацию надо знать, нам ей нужно владеть для того, чтобы донести ее людям, ну и вот, чтобы вот эта профилактическая работа, она велась. Ну вот. Процентом соотношения, мы уже говорили об этом, что при введении зараженной крови 66% сейчас идет передача. Она снизилась по сравнению с 2000 годом, было 85%. То есть, на 20% упал вот это вот. При наркотических введениях инъекций. Потом сейчас стали в медицинских учреждениях более, так сказать, тщательно следить за качеством переливаемой крови. То есть, проверяют кровь на наличие ВИЧ. То есть, ранее этого не было, да, сейчас это хорошо, очень активно работает. Больше внимания обращают на одноразовые шприцы, если идет такое, там, прививки делают или еще что-то. То есть, снижение конкретное пошло. Это плюс, знаете, то есть, плюс. Если общество обращает внимание на проблему, это здорово, да, это вообще профилактика и для нас с вами, и для наших с вами детей. Зато при половом контакте с 5% увеличилось на 18%. И вот Вадим Покровский, это главный специалист нашей России по именно вопросам ВИЧ-спит, он конкретно сказал, что нужно обращать внимание больше не на лечение. Вот когда вот он делал свою речь, доклад перед Думой, он сказал, нужно делать упор не на лечение, а на профилактике. То есть, проводить профилактику среди молодежи, которая бы могла ориентировать их на нравственное воспитание, на нормальное, на нравственное поведение, да, для того, чтобы вот это вот уже лечение потом не проводить. Вот уже начинают люди думать больше не о презервативах и не о том, что лечение, как бы туда деньги пускать, а именно о том, чтобы была нормальная и качественная профилактика. Ну и от матери к ребенку передается 16% вероятность. Невероятность, а 16% из общего количества заражений ВИЧ. Следующий момент, как не передается ВИЧ, да? Ну, мы с вами об этом уже очень подробно говорили, что ВИЧ не передается через рукопожатие. Объятие, поцелуй. Сейчас практикует молодежь, я услышал такое новое название, кровавый поцелуй. Здесь может передаться. Ну, тут уже кровь, простите меня, вступает в действие. Тут уже слюна ни при чем. Следующий ВИЧ не передается через общее пользование посуды, ну, это понятно, пользование общим туалетом, через монеты, деньги, любые предметы. Вы знаете, вот вам смешно? Буквально недавно у нас, вы знаете, был вот такой случай. Молодой человек пришел в ужасе, говорит, слушайте, я знаю... Пришел к нам, говорит, я не знаю, что мне делать. У меня друг, я знаю, что он собирается жениться на ВИЧ-инфицированной девушке. Но я не знаю, что там у них сейчас. Может, ему уже и терять нечего? Ну, он-то, представляете, он вчера порезался, его кровь оказалась на деньгах, он мне отдал эти деньги, долг, и я смотрю, у меня руки испачкались в крови. Я, наверное, теперь зараженной. Вы понимаете? Это реальная... И страх, который люди носят у себя в голове. Поэтому, вот, почему мы это все говорим? Вот, не передается ВИЧ таким образом. Следующее. Воздушно-капельным путем не передается. Тоже не передается. Через укусы насекомых. Тоже не передается. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok